Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня говорим о том, как справиться с негативными эмоциями, вибрациями, с тем, как переключить свою жизнь на позитивный лад. Потому что каждый из нас сталкивается в то или иное время с какими-то негативными суждениями, что-то, что влияет на нас, мешает нам жить и так далее. То есть мы чувствуем, что происходит какой-то дисбаланс в теле или в уме, в нашем пространстве. И вот когда мы это чувствуем, то что происходит? Мы хотим часто избавиться от этих негативных эмоций, вибраций, как-то бывает даже подавляем, обесцениваем их, хотим прекратить это. Но таким способом мы не справляемся с этим, это остается с нами, соответственно, влияет на нас. То есть способ того, чтобы справиться с этим, это наоборот, пойти туда, вглубже, в эту эмоцию, в это ощущение и посмотреть, откуда она идет, с чем она связана, почему возникает эта вибрация. То есть справиться с тем состоянием, причиной, откуда это идет. То есть мы двигаемся в тот случай, когда эта эмоция началась и улаживаем ее, то есть убираем оттуда негативный заряд. Вот таким образом действует любая практика. То есть что происходит? Мы сделаем воспроизведение, как есть, точное воспроизведение того, как это было создано. И очень важен этот процесс познания, потому что каждый из нас каким-либо образом создавал эту эмоцию, это ощущение. Даже если это пришло от кого-то другого, да, то есть все равно там есть согласие. Есть ваше согласие, чтобы эта эмоция была в вашей жизни. То есть ваше, ну скажем так, принятие, да, в какой-то степени вы согласились с тем, чтобы это пришло в вашу жизнь. И вот таким образом происходит процесс как бы реабилитации. То есть мы смотрим, как это зародилось, как вы это создали, и происходит процесс рассоздания, размоделирования. Так можно рассоздать любое ощущение, эмоцию, что бы это ни было. То есть мы это чуть позже посмотрим, как это работает на практике. Ну, кто уже смотрит не первый раз это видео, вы знаете об этом, что в результате процессинга, который я применяю, я помогаю человеку посмотреть глубже, глубже, глубже. То есть что такое негативные эмоции? Это какое-то энергетическое проявление, да, но мы его называем негативным, потому что не хотим с этим соприкасаться, оно как-то, ну, раздражает нас, мешает нам. То есть оно, по сути, на шкале эмоциональных тонов находится ниже, чем тот уровень, который, по сути, является приемлемым, да, для нас. Обычно это уровень ниже антагонизма, то есть эмоции гнева, боли, эмоции скрытой враждебности, страха и ниже, то есть горе, апатии и так далее. То есть все эти эмоции мы не хотим использовать в нашей жизни зачастую, потому что они приносят какие-то страдания, мешают нам, хочется как-то избавиться от этого. И когда мы от этого избавляемся, наше состояние улучшается. Но просто способ убирания их непривычный, да, несколько, это не то, чтобы их отказаться от них и убрать их из нашей жизни, это способ принятия. Способ принятия не в том плане, ну ладно, приму, пусть и будет. Нет, мы двигаемся глубже, находим проблему, откуда это идет эмоция, то есть откуда этот случай пришел и рассоздаем его. Вот такой вот метод процессинга. То есть я его применяю уже на протяжении 20 лет. Сначала исцелил свои негативные эмоции, то, что было у меня в жизни. Вот, потом стал помогать другим людям, потому что увидел эффективность. То есть эффективность в чем? Не в том, что я там даю советы, я направляю внимание, я помогаю человеку взять ответственность за это и своей ответственностью, своей осознанностью справиться с этим. Вот получается такой вариант. То есть на самом деле здесь нет ничего сложного. Все методики довольно простые, их можно даже многие применять самостоятельно. Но, конечно же, с обученным человеком, то есть с процессором гораздо эффективнее это. Почему? Потому что это позволяет проработать гораздо глубже и убрать этот негативный заряд довольно быстро. Вот. И, соответственно, когда вы применяете самостоятельно, да, важно быть осознанным, да, чтобы ничего не упустить, не пропустить какие-то важные вещи. Почему? Потому что бывает, что человек, ну, как бы немножко убрал, да, верхний слой, а нижний остается и потом он влияет на человека. Поэтому очень важно двигаться глубже, 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 пока вы не нашли корень, да, то есть с чего все это началось. И когда вы пришли к этому корню, тогда, соответственно, вы его, ну, исцеляете, отключаете и состояние улучшается. Вот такая вот практика. Поэтому, друзья, давайте мы сейчас сделаем такую небольшую практику по тому, как бы, ну, вы посмотрите, как это работает. Для тех, кто еще не знает, да, то есть это вот процесс рассоздания, размоделирования. То есть мы воспринимаем, как есть, и происходит рассоздание. Давайте сделаем практику. Вы увидите это на своем примере. Вот. Сядьте или лягте в удобном месте, где вас никто не потревожит. Затем создайте пространство для сессии. Это делается с помощью вашего намерения. То есть вы намерением создаете пространство. Далее, когда вы создали пространство, закройте глаза, ощутите себя в этом пространстве. Ощутите ваше тело в этом пространстве. Вот. И дальше вы в этом пространстве наполните его любовью, счастьем. Вот. Дайте возможности этому состоянию распространиться. И посмотрите, если есть в этом пространстве какие-то негативные суждения, эмоции, ощущения, что-то, что мешает вам. Посмотрите на это и дайте возможность этому проявиться. То есть когда это проявится в полном мере, посмотрите случай, где эти эмоции проявляются, откуда они идут. Когда они проявились, потом дальше двигайтесь глубже и глубже. То есть к истокам. Имеется в виду, например, проявилось это там в недавнем времени. А вы просмотрите этот случай, дайте возможность заряду немножко выйти, потом еще раз просмотрите. И таким образом потом двигайтесь глубже и глубже, то есть в самые ранние случаи. Нашли случай, например, который произошел там вчера, проработали его, несколько таких прохождений. Потом двигайтесь глубже, например, в случай, который произошел неделю назад. Потом в случай, который произошел год назад. Так двигайтесь глубже и глубже, пока вы не придете к истоку, да, то есть к истоку имеется в виду, когда вы почувствовали это ощущение впервые, ну, по крайней мере, тот случай, который вы сейчас можете найти. И потом проходите его несколько раз, пока не исчерпаете весь негативный заряд, то есть вы почувствуете облегчение. Когда вы почувствовали облегчение, это значит, что вы завершили с этим случаем и можно двигаться дальше. Вот такой вот, то есть вы проработали одну эмоцию таким образом, потом можете взять таким же образом проработать другую эмоцию. Вот процесс довольно простой и он эффективный. То есть вы так можете прорабатывать любые эмоции, ощущения, вот любые негативные переживания, справляться с ними и улучшать свое состояние. Вот когда состояние улучшилось, вот, то есть вы почувствовали максимальное облегчение, почувствовали, что вы достигли комфортного состояния, гармоничного. Тогда вы можете завершить сессию, поблагодарить себя, пространство за исцеление, почувствовать его, самое главное, это подтверждение, благодарность как подтверждение. И дальше вы двигаетесь уже дальше, можете наполнить после этого еще раз любовь и все пространство. Сделайте это, почувствуйте любовь в теле, в пространстве, в душе, гармоничное состояние. И потом можете завершить сессию. Вот такие сессии можно делать ежедневно, самостоятельно, выделять для этого час времени и делать. Ну, конечно же, с процессором это более эффективно, потому что я помогаю найти более точно, сформулировать то, что необходимо проработать, и потом помогаю пройти и исправить это состояние. Вот, если вам необходима бесплатная консультация, то напишите мне в личные сообщения, все мои контакты указаны под этим видео. Мы сделаем ее и я покажу более подробно, как это все прорабатывается, обсужу с вами те вопросы, если что-то не получается в практике, чтобы у вас начало все получаться и вы могли ее делать самостоятельно. Вот, я открыт к общению, да, то есть, и, конечно же, буду рад моей контакте под этим видео. Вы можете добавиться в друзья в соцсетях или написать в вайбере, там я отвечаю оперативно. Вот, и, конечно же, если это видео вам понравилось, было полезным, то поставьте ему отметку «нравится». Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчик, включите напоминание, колокольчик у новых видео и поделитесь этим видео с питью вашими друзьями в соцсетях. Верено, оно будет тоже им полезным и приятным. Вот, и что еще хочу вам сказать, что очень важна ежедневная практика, процессинга. Вот, если вы будете это делать на постоянной основе, то вы будете получать намного большие результаты, чем, ну, если, скажем, вы будете это делать там время от времени, от случая к случаю. Вот, такой вот подход очень важен. И, конечно же, открытость, честность, искренность во всем, да, то есть в жизни, в процессинге, да, то есть когда вы открыты ко всему, то это помогает очень вам в жизни, и вы можете справляться с чем угодно. Если вы закрываетесь, подавляете что-то, обесцениваете, то это уходит из вашей, ну, точнее, это остается в вашей жизни. Кажется, может быть, оно вроде как уходит, но оно остается и мешает потом вам. Поэтому честность, открытость – это то, что действительно приносит результаты и то, что помогает вам в исцелении. Поэтому, друзья, я вам каждому желаю осознанности и счастья, и положительных эмоций, вибраций. Вот, сейчас на экране у вас появятся мои новые видео, и вы можете их посмотреть. Это видео на моем канале «Как справиться с негативным зарядом», «Как изменить судьбу». Подписка на мой канал и сайт. Заходите в гости, я буду очень рад вас видеть. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии счастья. Вот, я записываю видео ежедневно. Поэтому приходите, мы увидимся с вами завтра, в следующем видео. Я вам желаю счастья, и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok